Всем здравствуйте, дорогие мои! Снова с вами Анна, и вы на канале Купить недвижимость в Испании. Сегодняшний ролик посвящен рубрике Купленная недвижимость, где я вам рассказываю, какие объекты можно купить в Испании, какие есть планировки и вообще сколько стоят квартиры. И вот сегодня мы с вами посмотрим одну квартирку, недавно купленную, когда? Февраль 2022 года. Мы с вами находимся в одном из моих любимых микрорайонов, микрорайон Оливеретта Ноумолес. Улица Франциско Морено Уседо, очень хорошая улица. Квартира Эконом класса, куплена для себя, для жизни. Собственно, давайте пройдем, посмотрим. Здесь вот у нас можете увидеть рядом магазин Консум, да, прямо непосредственно рядом с домом. Что еще? Улица довольно живая, довольно активная, все здесь хорошо и замечательно. У меня даже для вас будет небольшой сюрприз. Пошли, все, я вам покажу. Итак, ну что, пройдемте с вами в подъезд. И я вам все здесь расскажу. Давайте заходите, вот такой подъезд, ну в нормальном состоянии, старенький, но нормальный. Более чем адекватный подъезд. Что вам рассказать? Пойдемте, это у нас аж, друзья мои, четвертый этаж без лифта. Знаете, Аня очень негативно относится к таким вещам, но если вы покупаете недвижимость для себя, да хоть на десятом без лифта, это ваше личное дело. Вы сами, как говорится, ответственны за свой выбор. Пошли. Четыре нам этажа надо будет протопать, а это, извините, нам с оператором мы люди пожилые, нам тяжело. Итак, друзья мои, мы с вами поднялись на четвертый этаж, заходите. И у меня для вас сюрприз. Сегодня нам квартиру покажет сама хозяйка. Позвоним. Давайте, проходите, знакомьтесь, это Настя. Всем привет, привет, привет. Я забыла микрофон, поэтому буду вот так вот дергать. Проходите, проходите, проходите. Итак, Настюша, это хозяйка квартиры, знакомьтесь. Молодая девочка, девушка-девочка. Вот такую квартирку она выбрала. Смотрите, вот что мы здесь имеем, коридор, да? Давай, Настюша нам рассказывает дальше, вот что мы тут имеем. Первая дверь. Мы здесь имеем вещи от старых хозяев. Да, вещи от старых хозяев. Я Насте сказала, ничего не трогать. Почему? Потому что весь хлам должен остаться, чтобы все видели, в каком состоянии. Вот это сейчас надо будет все Насте таскать на помолку. Вот первая комната. Да, вот первая комната. Тут у нас тоже залежи. Тут у нас тоже залежи, да, вот как Настя говорит, видите. Прекрасные залежи вещей, прошлых соседей. Ой, соседей. Прошлых, да, хозяев прошлых. Пыли все, вообще классно. Так, проходим дальше. Настюша куда-то наш. Это зал, вот Настя говорит, что это зал. Большой зал, действительно. Вот, видите. В планах мы хотим разобрать какую-то стену, чтобы зал еще был больше, еще светлый. Вот, слышите? Убираем стену, да, если вдруг не слышно, я буду повторять. Уберет Настя стену, сделает ремонт, будет у нее большое здесь пространство. Да, вот видите, это была комната. Здесь была стена с дверью. Ну, это чудо убрали, да? Вот, у нас вот так вот осталось. Кухня. Пойдем покажем вам нашу деревянную, красивейшую кухню. Пойдем покажем. Кухня маленькая, просто кухня. Кухня китайская, говорю, испанская, типичная испанская. Видите? Вот, встал, развернулся, вышел. Очень маленькая, да. Вот можете зайти на балкон. Да, Настя, пойдем. Пойдем. Балкончик. Вот здесь вот мы с вами внизу стояли, когда начинали. Да, вот смотрите, у нас там кафешки, у нас там все хорошо, посмотрите в окно. Односторонняя улица. Там Турия вот дальше. Да, вон там вот у нас Турия, вон кран стоит, это там дом строят, вот может быть вам видно. Да, и там у нас Турия. Сколько идти, Настя? Минуты две, наверное, три, да? Ну, четыре минуты до Турия, получается. Четыре, вот, получается четыре до Турия, видите? Это у нас пятиэтажка, да? Да, это четвертый этаж. Вот, четвертый этаж пятиэтажного дома. Это, получается, по российским, с мерками, это, получается, пятый этаж. Да, по российским пятый и шестой этот сам. Вот видите, бар внизу, у Настя будет там рюмашечки. Рюмашечки опускать на радость. Мы сейчас с вами выходим из балкона. Да, он балкон и на кухню, и на эту комнату маленькую. Мы с вами выходим, хопа, видите, из другого места вышли. Пошли дальше, Настя, куда ты нас поведешь? Так, ну, не знаю, может, галерею показать? Давай, галерею покажи. Видите, как интересно, я теперь вообще ничего не знаю, хожу, смотрю, первый раз вижу. Я вообще раньше не знала, что такое галерея. Галерея у них используется, так и понимаю, как хоз-часть, да? То есть тут ставится непосредственно сантехника, именно машина стиральная. Стиралка газовая, газовая это самое. Да, вот видите, все тут есть, все тут стоит. И это, естественно, у нас смотрит куда? Это у нас... Смотрит во внутренний колодец. Да, друзья мои, их избежать мы не можем никогда, забудьте. Ну, посмотрите, как там чистенько, там очень даже прилично внизу. Да, труселя туда не кидаем, потому что тебе их никто не отдаст. Настя, пошли дальше. Ой, я даже дверь-то тут не видела. Оказывается, тут дверь есть. Так, это что у нас? Это у нас еще одна комната, да? Ну, она небольшая получается, но здесь, я думаю, сделать гардеробную. Ого, у тебя вещей-то. Ну да, нормально. Сделать гардеробную, то есть именно прикрепить полки, да, сделать стеллажи, то есть и, ну не знаю, там чемоданы сюда ставить. Ну, это будет нежилая комната. То есть у тебя не будет второй спальни, будет только одна? Вон там будет спальня и вот там еще. Ну, это спальня. То, что там еще одна спальня. Так, пошли дальше, Настя. Идем в ванну, да? Тут очень интересная система, я хотела показать. То есть тут... Да, 33 двери. Да, то есть дверь, за ней еще дверь, еще дверь. В дверь и в дверь и в дверь. Ну, в принципе, вот по ремонту, да, в ванной особо ничего делать надо, только если покрасить, да, поставить, например, стеклянную вот такую дверь. Ага, мампара. Да, да, да. А так, в принципе, она чистая, вообще все хорошо здесь, как бы никакого ничего, ни запаха, все чистенько, аккуратненько. Это ощущение, как будто, ну, относительно недавно сделали. Вот этот внутренний, да, у них вот этот вот, как он называется-то, да, трубы там проходят. Но это везде будет и всюду, то есть очень прилично все. Ароматы сразу, ароматы. Вот тут ароматы вообще. Не, ну это логично, да. Трубы, это трубы. Так, пошли дальше. Ну, следующая комната, это получается уже большая комната. Тут тоже, естественно, будет ремонт. Тут тоже от старых владельцев какая-то кровать, что это. Тут получается, ну, вообще во всей квартире мы хотим менять плитку на ламинат, потому что, ну, не знаю, как-то плитка по всему дому для нас это странно окажется. Ну, непривычно, по крайней мере. Это холодно ужасно. Да, еще и холодно зимой вообще просто ужас. Непосредственно, как бы, по комнате, да, комната действительно большая. То есть здесь спокойная кровать, да, влезет, там еще все что угодно. Ну, как бы, в принципе, да, касаемо окна. Хочу обратить внимание, окно шикарное, посмотрите, какая просто, это мои нервы. Ниточка. После всего. То есть это уже умерло давно. Очень давно. Я хотела дернуть, мне сказали не дергать. Короче, суть в том, что надо вот это все менять. Ну, в принципе, это, ну, не так сложно. То есть каждую часть я читала, что вот эти даже... Ну, я не знаю, как это называется. Нет, это все можно, это надо просто с жалюзи купить, окно с жалюзи сразу. Да, да, персиану, и все, как бы, спокойно. Это вопрос решаемый, это не так страшно. Ну, и, конечно, хочется поменять окно на обычное пластиковое хорошее. Не обычное, отечественное. Отечественное. В Испании поставить окно, чтобы в комнате было зимой тепло и не тратиться на электроэнергию, потому что здесь это очень дорого. Нам нужно это окно заменить, и его нужно сфотографировать. А мы не можем его сфотографировать, потому что у нас с жалюзи вот это не поднимается, представляете? И, в общем, не знаю, как мы будем объясняться, но как-то будем. Ну, ничего, для этого, в принципе, и бралось, потому что цена-то очень хорошая. А мы сейчас все расскажем. Пойдем, посади нас куда-нибудь, посади нас, да, пойдем. Итак, смотрите, сейчас вам Настя все расскажет. Давайте, какие мы вопросы обычно озвучиваем? Метраж, сколько стоило, когда купила она ее, да, в каком у нас состоянии. Давай, Настя, расскажи. Ну, метраж, получается, где-то 80, да, это общее, и из них полезных там 74-72, ну, вот приблизительно, да. Получается, когда мы ее купили? Купили мы ее в прошлую пятницу, у нас была сделка. Февраль. Да, февраль, 11-е число. Нет, 11-е число. Да. Да, 22-й год. Да, да, да. Так, по поводу количества комнат, получается, 3 комнаты, и, ну, вот, плюс зал, как у нас, да, в России, это 4 комнаты считается, но здесь это 3 комнаты, то есть, в принципе, мне очень нравится в этой квартире то, что тут много света, именно не… естественный свет это называется, то есть квартира, да, не только в колодец, есть квартиры в Испании, которые непосредственно, они идут все в колодец, комнаты, и очень темно из-за этого электричества, да, и портится зрение, то есть сказывается на здоровье. Здесь такого нет, здесь как бы светло, даже учитывая, что дом напротив, ну, там будет видно, что с балкона дом… Широкая улица. Да, да, широкая, и, получается, все равно свет попадает. В принципе, что еще сказать? Цена. Цена, да, самая интересная, конечно, как всегда. Цена получилась первоначально, мы ее увидели за 74 тысячи, но получилось торговаться на 2 тысячи, и плюс, она у нас вышла 68 тысяч, и плюс агентские… 67. 67, ну, там почти 68, да, и плюс агентские мобилиарии непосредственно… Не будем называть их, пропустим этот момент. Маленький нюанс, значит, я вам обязательно в каком-то видео уже или рассказывал, или расскажу по поводу того, что происходит здесь между агентствами, какой здесь бардак происходит между агентствами. Мы платили комиссию и мне, мы платили и мне, и тем агентам. Так вот, наша задача была 74 превратить там, например, в 77, ну, или меньше, да, чтобы агентские входили. То есть у нас получилось 72, и агентские 5 тысяч на минуточку входили. Мы уже туда входили, да. И получается так, что еще эта иммобилиария, она берет собственников тоже же деньги. То есть это вообще в Испании это какой-то ужас. Для нас это просто деньги сумасшедшие для именно вот этих иммобилиарий. Вот. В принципе, за эти деньги в этом районе, естественно, квартира под ремонт. То есть это абсолютно нормально, мы к этому были готовы, да, и все варианты, которые мы смотрели, похожие. Они там 80, да, были там от 80, там 85, под 90 даже были варианты. Даже с хуже, с хуже, с хуже, в худшем состоянии, да. Мы были на просмотре одной квартиры, это подъезд просто ужас был какой-то. Как будто там убили несколько человек, мне кажется. И там они еще поцарапали. Да, и они поцарапали еще стены перед этим. В общем, как... Ну только его убивали, он царапал. Да, да, то есть как бы это был ужас, никогда такого не видела. Но здесь как бы подъезд чистенький, я думаю, да, там будет. Да, здесь вообще классный подъезд, здесь все хорошо. Но я говорю, здесь другой контингент. Ну, на самом деле, мы обязательно вам расскажем. Смотрите, мы не будем долго здесь, да, вам рассказывать. Почему? Потому что мы сделаем отдельное интервью с Настей, и вы ей можете вот в комментариях к этому видео, вы задавайте свои вопросы. Что вам интересно услышать непосредственно от покупателя, от реального покупателя квартиры, да. Какие вопросы, да, вам интересно задать. Настя, все равно скажут, что Аня подставляет, что ты моя подружка, 300 лет с тобой знакома. Ну, ты что, не знаешь? Ну, у меня нет 300 лет. Ну, то есть мне есть, я так понимаю. Ну, так вот. Мы реальные. Мы сделаем видео вам, расскажем вам историю покупки, потому что, ну, это было немножко весело, я вам скажу. Вот. И мы вам ответим на ваши вопросы по поводу того, как проходила сделка, например, как оплачивается вот это все, и так далее, и так далее. Да, очень интересно, потому что я никогда ничего не покупала, это, ну, впервые в моей жизни, да, и тем более за границей. То есть я не в России никогда ничего не покупала, так еще и в Испании, да, там, 23 года купить квартиру, то есть это, ну, действительно было сложно, учитывая, что английский, да, свободный, но здесь как бы английский особо не... Ну, как сложно, я у тебя есть, что тебе сложно-то было? Ну, морально. Особенно эти переводы, денежные, это вообще, банк, вообще, да, это было сложно, я бы сама не справилась с банком, это точно. Так что спасибо. Ну вот, поэтому, значит, мы заканчиваем на этом, да, я надеюсь, вам понравилось, будет интересно, если Настя нам разрешит, мы потом после, может быть, после ремонта тоже ее покажем, квартиру. И с вами мы встретимся, значит, в одном из видео на интервью, увидите Настю еще раз, и она вам расскажет подробности сделки и всего остального. Всем пока! Пока! Пока!